Итак, день седьмой. На максимальной сложности, играя впервые, я до сих пор ни разу не умер. Также удалось избежать прямых конфликтов с местными, ну, кроме разве что демонов, популяцию которых я значительно проредел дел и планов не в проворот. Мне нужна зимняя одежда, но я не побегу сейчас за ней, чуть-чуть попозже, если тут сезон 5 дней длится, то еще время есть. Нужно только его промотать, потому что я ночью дойду, иначе до последней квестовой точки. Одежда зимняя мне очень актуальна, потому что в холодное время постоянно будет проседать стамина, помимо голода и жажды из-за холода. То есть нужно будет постоянно у костра находиться, и это значительно ограничит мои все возможности по фарму ресурсов, выполнению квестов, особенно в боях. Поэтому теплая одежда тоже нужна, но чуть-чуть попозже мы за ней сходим. Так, вот оно. Могилы. Берем лопату, добытую таким большим трудом в пещере демонов. Начинаем раскопки. Лучше особо не медлить, потому что местные уже в курсе, что мы тут занимаемся вандализмом. И они могут напасть в любой момент из-под тишка, потому что с каждым днем в игре они дополнительно все наглеют и наглеют. А листья, конечно, тут мешают. В общем, тут гроб. Вон они, падлы. Так, тут дробовик и GPS. Все. Так, уходим отсюда как можно быстрее. Тут уже местные. Вот, я вернулся. Тут, если... Ну, листья нападают очень быстро. Ну, короче, вы видели там. Так, я получил один удар. Снесли мне броню. Не всю, но слесли. Уходим. Они снимать не дают, видите? Так, судя по карте, Келвин почему-то идет ко мне. Так, вот он. Ну. И что? Ладно, пусть идет за мной. Придем его на пляж, потому что с ним тут ходить. Хотя это время, слишком дорогое удовольствие, когда не успею теплую одежду слутать. Короче, нет, схожу в еще одну точку, где можно было что-то вроде раскопать. Вот здесь значок лопаты. Посмотрим, что здесь у нас будет. Если честно, я даже и не представляю. О! Подожди, похоже, я до чего-то докопался. Люк, что ли, какой-то? Да, похоже на люк. Я без понятия, что там будет. Это как в лост. Так, ладно, раскапываем его полностью. Отлично, кажется, раскопали. Ну, давай спустимся. Мейнтенс А. Технические работы А. Давай, Сезам, открывайся. Ух ты, как? О! Идет. Ну, давайте посмотрим. Так уж и быть. Так, да будет свет. Давайте максимально осветим. Тут все, чтобы точно ничего не пропустить. Это патроны для пистоля. Как будто он глубоко задумался. Чисто. Да, освещение тут явно пригодится. Ох ты, сырое мясо в холодильнике. Хлопья. Хлопья. Ммм, письмецо. Так, нужно... Нужно уменьшить количество света. В общем, Хэнк пишет всем. Так, на меня напали эти падлы. Какого хрена? Почитать спокойно не дойдут. Я тут зачитался, блин. Он что, сдох? Офигеть. В общем, там было в письме сказано, что этим днем я обнаружил, что коллекция рисунков мистера Пафтона пропала. Если кто-нибудь обладает какой-либо информацией на этот счет, пожалуйста, сообщайте мне напрямую. Так, обложка альбома. О, какой-то модуль. Лазерный прицел. А для пистолета он... Сейчас глянем. О, 3D принтер еще. Супер. Это ключ-карта. Ключ-карта персонала. Супер. Давайте глянем. Да, это для пистоля. Как раз одевается на тот модуль, который мы одевали. Ну-ка, как это будет рассмотреться? Давайте заценим. Хо-хо-хо-хо. Resident Evil. Это же Resident Evil. Да, это супер. Упс. А это кто толкнул? Я. Так, 3D принтер. Ну-ка, у меня есть же чернила? Есть. Давайте сделаем санки. Фляжка есть, маска есть. Крюк, техноткань. Саня. Саня. Саней у меня нету. Они очень много стоят. Получается, вся... А, 800 они, что ли, стоят? Большая часть уйдет на саня. Да, вон, смотри, сколько тратится. Надеюсь, они в единичном экземпляре мне нужны. Кстати, я их еще и не использовал. Не представляю, для чего. Наверное, зимой для чего-то, по логике. Распечатанные саня. Так. Ну что, можно супер... О, все, это все, что у меня есть. Так, можно стрелы, конечно. Стрелы я могу сделать. Крюки, техноткань. Ну, по приколу. Давайте одну сделаем, посмотрим. Так, пока она делается, можно тут осмотреться еще. О, тут можно поспать. Подожди, раз уж мы тут... Да ладно. Вот, микросхемы. Вы просили, я вас услышал. Так. Давайте еще посмотрим. Ух ты. Так, а это что такое? Книга флажки. Смокинг? Теперь хоть буду на человека похожа на истинного джельтельмена. Ну-ка. Смокинг. Типа я стильно буду выглядеть или что в нем? В чем разница-то? Ну-ка, белые рукавички. Так, вот техноткань. Новая инструкция доступна в инвентаре. Сейчас посмотрим, что за инструкция. О! А, так она и для бомб нужна. Либо техно-брон... Давайте бомбу, наверное, все-таки сделаем. Что с этой брони-то мне? Музыка как из брата 2. Так, часики. Вдруг пригодятся. Так, катушка. Катушка. С4. Веревка. Или там веревка не нужна? Нет, веревка нужна. Катушка нужна. И... 5 монеток. Книги надо будет прочитать как-то на досуге. Это они как будут служить поражающие элементы. Отлично. Две штуки причем сразу. Все, больше ни на что мне не хватит. Ну и давайте посмотрим, как выглядит... наш... новый... дроповик. Неплохо. Огонь. Так, коробку тут нельзя. Окей. Ну что, идем? Ё-моё! Как ты меня напугал. Чисто. Так, что тут еще полезное? Неужели ничего? Опа. Чернила для принтера. А еще что-нибудь есть? Катушка. Покатушка. Видимо, больше ничего. Кто писал, что лапшу быстрого приготовления можно с чем-то скрафтить? Нельзя. Нету там правой кнопки мыши. Ее только сажать можно и все. Какие дела? Кусочек мозгов можно съесть. Ну-ка. Мозгов прибавилось теперь у меня. В прямом смысле этого слова. Ладно, употребим. Всякое. Не пропадать же добро. С мясом тут проблем нету, поэтому... Ну чем газировка хороша, тем что она полностью восстанавливает. Отлично. Готов к труду и обороне. Так, сейчас я выйду 5 с лишним утра. Но там, даже если ночь, то скоро будет рассвет. Так что я думаю, я рискну. Ночью начну бежать, а потом уже посветлеет. Так, раз пока я буду в пути. Ого, вот это ветра. Северные. Да, реально, кстати, светает. Это очень круто. Прям совсем рассвело. Осень. Так, тут этот баг. Я уже выполнил этот квест, но он заново тут появляется. А, все-таки... Все-таки у него теперь передатчик еще появился. Хотя я его и до этого лутал. Ну вот как-то так. Все, пропал он, наконец-то. Так, последний день. Мне срочно нужно бежать за зимней штукой. Но сначала кое-что еще. Дело в том, что я, кажется, пропустил модуль на фонарик. И, конечно же, я как перфекционист, невротик просто обязан его слутать. Без него можно пройти игру, без него можно обойтись. Это не обязательно. Но я вернулся в пещеру, в которой был в предыдущей части прохождения. Так, мы съезжаем по привычной нам горке. Та-дам. Так, вот это вот очень плохо. Они отрегинили этих мудаков. Я ненавижу, когда такое происходит. Но поделать с этим ничего не могу. Так, мод вот здесь прям будет. Вот он, вот он. Аксессуар для фонарика. Все, убегаю. Блин, бежать придется дальше. Потому что обратно-то я не смогу в горку забраться. Фух. Все. Отстрелялся. Нет, ну не такие я ожидаю, чтобы меня встречали возгласы, блин. На выходе из пещеры. Цветосвещение, смотрите. Можно включать подсветку инвентаря. И здесь выкручивать, как мы хотим, цветосвещение. Это офигенно. А нельзя сделать, чтобы он переливался? Сейчас плохо видно, сейчас не ночь. Но ночью это будет просто капец, какая новогодняя елка. Синий. Такой ярко-фиолетовый, розовый. Еще какой-то, еще какой-то. Так, в общем, мы нашли, получается, подствольный фонарик. Ну все, теперь с таким пистолетом вообще не забалуешь. Он ему подсвечивает. Сейчас ночь. Ну, точнее, сейчас не ночь. Сейчас не очень видно, но вы поняли. Итак. Вот он. Зимняя куртка. Огонь. Так, ну-ка, как она? Так, гидрокостюм, толстовка. Тактическая куртка. Зимняя куртка. Да, она полностью дает тепло. О, пуховичок-то от Прадо. За пятьсот миллиардов. Нихрена себе! Лось! Блин, благородное животное. У меня рука не хочет подниматься. Ну. Офигеть! Я впервые его здесь вижу. Ладно, пусть живет. Ну, это максимум. Мясо, шкура, рога. И то не факт, что шкура. А рога как декор. А то выпустили эту Atomic Heart, когда слили из нее раньше, типа, видосы в сеть. Мне они что-то не понравились. Ну, то есть, может, в целом игра и такая, средненькая, как максимум. Не знаю, у меня такое ощущение. Но там, например, вот этот видос, который слили, типа, там, свинью убивают. Она бегает, знаешь, кричит. И убивают, убивают прям. И все такие, ох, типа. Не знаю, мне это непонятно. Как бы тут, конечно, приходится тоже животных убивать. Но мне это, как бы, удовольствие не доставляет. Просто это как аспект игры. Вот. Мне другое тут доставляет удовольствие. А там прям, как будто это такая суперфишка. Блин, что свинью можно убивать. Офигеть, теперь не встать. Кстати, вот еще... А, блин, тут рядом лагерь этих самых. Я думал, место для базы. Ну, в принципе, если зачистить... Нет, я вернусь туда, на берег. Но сначала посещу еще одну точку интереса. Лоси меня теперь сопровождают. Кстати, они тут какие-то гигантские. Хотя, может, они и в жизни такие, не знаю. Ягоды, гуараны. Пока есть возможность, надо залутать. Семена тоже слутал. Тут целая плантация этой гуараны, если честно. Но ее написано зелененькая рожица. Знаешь, сразу можно жрать. Лосиный остров какой-то. Нет. Ох ты, жесть. Так, зайди, чела. Опасные. Не хочу их сейчас... Суки. Не-не-не. Это жесть. Так, ладно. Придется использовать... Попробуй нелетальное. Полежи, отдохни. Как ее перезарядить-то? Суки. Шокер. Не-не-не-не. Че их так много-то, сук? Они еще оклемываются? Так, полная жопа. Ладно, я понял. Ему пофигу выстрел в голову? Из-за маски... Вставай, боец. Не понял. Ты че? Три выстрела в голову? Серьезно? Фу. Патрон столько потратил. На мудаков. Не, а че они? Они первые начали ко мне лезть. Так, тут надо раскапывать. О, перья. А, нет, перья не будет. Так вот, тут место раскопок. Сейчас тут, конечно, место поли битвы получилось, но... Тоже неплохо. Тут... Как они своими целами все... Нормально. Так, кому... По GPS-у непонятно. Вот, показываю. Вот, я где нахожусь. Вот. Вот от базы, если от моей. Так, давай, заходим. Это техническое обслуживание B. Ну-ка, полегче она поддастся. Не, ну там земля попала в спусковые механизмы. Все. Ну, вроде даже чуть-чуть полегче. Так, надо быть осторожным. Эти мелкие придурки меня тут еще в прошлый раз дополупали. Вот как оно без освещения работает. Ну, без освещения белый цвет лучше всего, потому что как-то... Ну, проще разобраться, что к чему. Так, лады, готов. Это была разминка. Так, чтобы на меня не напали внезапно, как тогда. То я тут сейчас опять какую-нибудь записку найду, буду читать, и они нападут. О, еще один 3D принтер. И там много в нем... Так, патроны. И вот оно. Глушитель. Глушитель. Для пистолета, разумеется. Ну-ка, сразу его оденем. Слушай, это... Это нереально круто. Да. Это вообще огонь. Пистолет с глушителем и фонариком. Так. Ну, тут что-то музыку нам не зарядили. Хилочки. Это хорошо. Вот он. Композитный лук, что ли? Блочный. Блочный лук. Супер. Блочный лук. Блочный лук. Дуайзь стреляет даже обычными стрелами. Это хорошо. Так, лады. Это все потом. Давайте сначала дочекаем. Что тут еще есть. Чисто? О, чернила для принтера. И... Катушка по катушке. Кажись, все. Кстати, вот они, Саня. Что с ними делать-то хоть? Просто они в руки берутся и все. Это как корыто какое-то, скорее. Ванная, мини-ванная. Вон как они. Мини-ванная для Вирджинии. Но это, скорее всего, нет, Саня. Точнее, это Саня и есть. Кстати, ну-ка, а что с этими книгами-то я могу сделать? Типа, это обложка альбома. Просто могу посмотреть ее, видимо, и все. Ничего там в ней, пасхалок нету. А книга-флажки теперь. Что, коллекционные какие-то предметы? Интересно, такая в реальности есть книга? Так, книга «Параллельные вселенные». Любопытно. Мы люди читающие. Так что да. Я, наверное, еще техно-ткань сделаю. А, еще бомбы с таймером сделаю. Это не бомбы с таймером. Это все-таки техно-броня вышла. Почему-то бомбы с таймером больше не делаются. Возможно, лимит типа на них. Или они какие-то квестовые и типа все. Кстати, вот я начал делать техно-броню, когда там было 200 миллилитров, хотя требуется 250. Интересно, что будет. Типа не доделает ее. Да, офигеть, прикиньте. Так что лучше так не это. А то у вас ни туда, ни сюда. И придется сюда дополнительно доносить. Пипец. Так, я здесь переспал. Так, ну что, тестим лук. Да, офигенно. Не, так далеко она не стреляет, стрела. Ну ладно. Так, у них тут в деревне шороху навел. Точнее, залутал всякое. А то они уже боятся перестали. Все, возвращаемся в крепость. Прикольно они упали. Ой, вот наша... Только надо с ней осторожно, она все еще убегает от нас. Долго мы заплутали, она нас, видите, аж искать пошла. Надо убрать оружие, все из рук убрать. Искал убрать оружие. Так, Вирджиния, правильно. Ты идешь в верном направлении. Я твой друг. Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Мы же уже с тобой виделись много раз. Так, ладно, идем на базу. Так, это что такое? Иван, чай? Офигеть. Ну все, теперь буду чиферить. Так, я пришел в локацию, кажется, первого 3D принтера. Кстати, техно-броня крутая. У нее даже эти... На плечнике, смотрите, как светится в темноте. Так, я хочу проверить. У меня не откроется ли... О, карта работает, супер. Эй, фонарик. У них тут качалочка, смотри. Так, я не понимаю, я что-то слышу? Давайте аккуратненько. Вот чел тренировался. На совесть. Так, блин, я что-то слышу конкретно. Стремненько. Я слышу, но я не вижу. Теперь мы можем держать себя в форме круглый год. Так, а здесь есть что-то полезненькое? Ну, ткань, как минимум. Так, больше ничего. Подстраховал его, братан. Хорошо, видимо. Так, там эти. Надо их быстро сейчас. И все? А? Чисто. Неплохая качалочка. Такой... Такой много мотивашки трениться. О! Ну что, будем на этом придурке тренить. А я даже не знаю, еще дробаш по тренингу. У меня же там патрушку вроде достаточно для дробаша. Такой, видите? Ёб твоё! Эээ! ну хорошо хотя бы два выстрела а чуть такое настройки боеприпасы тяжелые пули картечь картечь тяжелые пули картечь так чуть у нас тут а чё она она помни работает микросхема то да так тут какая-то баня пижама ничего себе теперь смогу спать спокойно в любимой пижамки и жуткой броне о пижамка позитивчик о блин у броня конечно вообще в принципе хорошо контрастирует с пижамкой то так вроде я ничего больше нету аккуратно так этого еще придурка его разве зафармил нет у меня видите какой гибрид брони технологичной и жуткой что может быть лучше присоединяйся к нам так дамская сумочка или не дамская а слушайте это походу я вот там лопату нашел или нет может быть с другой стороны просто похоже на такой комплекс подземный так поднимаемся вот люди на совесть строили до сих пор работает и самое главное не затопило хотя уже сколько тут их не обслуживают да ладно тут куб можно ванну принять выпить чашечку кофе так там ничего нету секретного мне кажется есть ладно все прочесать еще так еще одну какую-то бумагу нашел внимание всем барбара пафтон пишет всем но не совсем всем а именно работодателям мистера пафтон приняла решение все цифровые коммуникации в общем уничтожать всю корреспонденцию мистер пафтон приказал то есть все переписки когда вы их провели и закончили вы должны их уничтожить чтобы не оставалось никакой бухгалтерии подчищать все устройства в общем у . точнее лебедушка так во первых тут по моему это может быть переход с другой бункер нет это но это тот же бункер он огромный у ее и там эти твари 2 тогда здесь сначала чекнем гитара гитара ну вообще теперь не соскучимся у кастра с вирджинией офигеть вот она и чо да ладно а как же выиграть на ней шо за вандализм сэр так мелочь а приятно суши вокруг него кто-то гитару ему оставили в посмертие поэтично в принципе то ухты целый чемодан денег а всего на самом деле твоих и не так уж и много там суши это какой-то огромный подземный комплекс тут чё какие-то нарко эти самые картели почему опа еще ключ карта гостевая ключ карта круто теперь у меня есть ключ карты на все случаи жизни так еще одно обращение ответ на чё-то майлз голдштейн пишет хэнку кейзу хэнк в общем он пишет что у нас есть более важные занятия чем гольф и клуб для гольфа закрывают так что шары больше не погоняют там так дверь но я же сюда не пролезу не так задумано хорошо тут все исследовал гитара а в чем ее прикол то урона мало да ну не хочу еще на разобьется ну разве что разок разок ударил о для этой фигни у меня карты нету ну чё вы готовы к истинному року о молодец она вообще их не убивает так где мой топор нельзя дать им разойтись нормас комплекс безопасности я сторож а то бы разбрались тут по крайней мере мы испробовали что на практике гитара полная фигня поди кстати я нашел сумку и шкуры ее можно распаковывать это когда этих придурков убиваешь там на рандоме какие-то полезности выпадать могут так идем далее ох планом не есть средства хорошая хорошая отлично так 15 тяжелых пуль и 7 картечио давайте посмотрим что за тяжелые пули пусть тяжелые будут ой там мелкота ой там мелкота что за звук опять мелкота ну падла так еще какое-то письмо еще еще одно еще одно гектор литер что ли или лтер джексону поулиту пишет здесь еще один артефакт номер два что тут такие локации напиток воу да ладно бензопила вот это да ну ка ну урон не такой уж и большой а с чем ее это можно объединить любопытненько наверное пока что не а с батарейками понятно ну мне это пока что не нужно просто ее возьмем и все посмотрим посмотрим что они на это скажут Илон Маске как раз там ну давай да блин да блин ну о на любителя по ощущениям йоал где ты наверное на правую кнопку мыши она лучше чем вот эти вот удары полоумные Ой, тут развилка еще. А, это, походу, все... Да, это в одно место идет. Ну, батарейки теперь будут ого-го расходоваться. Ну, блин. В принципе, я тут все как бы залутал. Там, похоже, спрыгнешь и уже обратно никак. Но давай попробуем... Давай попробую вот сюда вот воткнуть эту штучку. Ну, куда-нибудь бы, блин, хрен воткнешь еще. Ну, скорее всего, опять она... О, а может и можно. Пока что не похоже. Зараза. Нельзя все-таки. Ну да, нельзя. Что тут, выход из пещеры? Фух. Солнечный свет, наконец. То. О, и где это я? Понятно. Идем на базу. Но сначала... Тут три могилы. Локация с тремя могилами. Вот где она находится. Интересно очень. Давайте ее распокопаем. Беджер. Достижение я получаю. Так. И че, а я никаких уникальных тебе айтемов, блин? Веревка. Так, я разрушил еще одну ткань. Какая-то тут фигня. Ничего нету. А эти тут продолжают орать тем временем. Так. Давай. Веревка, консервы. И ни хрена больше. Ну, офигенно. Ладно. Опа. Наша подружка. Не-не-не, убери чертову пилу. Вирджиния. Совсем близко. Вирджиния. Я тут просто... Все нормально, Вирджиния. Я тут... Это... Клад ищу. Вирджиния. Точнее, это уже... Кто-то раскопал, а я просто пришел... О, она зовет меня за собой. Зовет меня. Наконец. Я правильно понимаю, что она меня за собой звала? Там эти суки идут. Что-что, Вирджиния? Ты же меня звала за собой. Я понимаю. Да, мудаки эти. Давай я возьму фонарик. Вирджиния, нам... На базу нужно уже, понимаешь? Не бойся, я тебя защищу. Сука. Сука, за Вирджинию и двор стреляю в упор. Спонсором канала можно стать как на ютубе, так и на бусте. Благодарю. Никита Никитский. Дмитрий Руперт. Мачес Пендрагон. Владимир Кураев. Дмитра. Марк. Никита Ульянов. И новый спонсор Вилли Вонка. Также благодарю за донатик Чубайка Фад. Блин, я надеюсь, что... Она поняла, что это из-за этих мудаков, что это не я тут, гад. Вот. Ладно. Я в пижамке. Потому что я в пижамке был, поэтому она ко мне и подошла. Это секретный ингредиент. Ладно, идем на базу. Хреново, я, конечно, зимой прям попал сюда. Точнее, тьфу ты, оговорка по Форесту. Ночью. Ночью сюда попал. Так, моя родная гавань. И вон там для меня горит очаг. Как вечный знак. Забытых истин. Так, Келвин, хватит прохолаждаться. Даю ему задание. Набирать бровны и бросать здесь. Хотя, не уверен, что он... Ну, вроде согласился. Так. Да будет свет. Да, Келвин. Все, зима настала. А это значит, нам нужно одеть нашу зимнюю куртку. Нет, не толстовка, не смокинг. Вот зимняя. Супер. Все-таки он не хочет работать. Ух ты, е-мое. На меня тут идут гады. Так. Ладно. Спокойно, Келвин. Какого хера ему? Вы агрессив? Или шо? Агрессив? Расстояние, личное пространство двух метров. Ну, сука. Лежать, падла. Кошелек. Так, ты посмотри. Они все-таки залез... А, ну они на обычный забор залезают. Лады. Чтобы не замерзать зимой, нужно все-таки вот на воду не наступать. Поэтому мне нужно будет потом здесь мостик какой-то построить. И, надеюсь, что Вирджиния все-таки соблаговолит навестить. Так, здесь ему там задание Келвину бревна хотя бы рубить, потому что там он не хочет. Или, может, все вырубил там, реально там, да, вырублено, в принципе, много. Так, давайте попробуем нашу карточку вот здесь. Да. Ух ты. Вэл. А тут можно что-то выращивать? Или жить тут? Ох ты. Так, ну хорошо. Вы просили поджечь этих мудаков. Попробовать. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Все. Да, это работает. Просто тут у Молотова небольшая совсем площадь возгорания. То есть нужно очень точно его метать. Но вроде бы этим мудакам хватило. Генератор. А тут что-то будет еще? Опа, арбалет, арбалет. Нифига ж себе. Это уже... А с чем его? У меня пока, наверное, нет для него модификаций. Так. Я теперь этот... Из Валькин Дэд. А это что? Энергетик. Консервы. Выглядит неплохо. Норман Ридус. Так, что-то Норман Ридус не особо. Ну и перезарядка. Давай побыстрее. Норман Ридус. Так. Он... У него, конечно, полет стрелы. Ну в шею я ему попадаю. Он не сдохнет. Надо очень высоко целиться. Ну сколько можно-то? Лучше ты, чем я. Ну неплохо, в принципе. Я тут где-то... Одну стрелу... Вот она. Блин. Слишком много арбалет. А, да. И менять стрелы нельзя. В отличие от лука, арбалету. Ну типа, наверное, он, конечно, больше дамаги наносит. Да. А есть какое-нибудь освещение нормальное? Убили его за петрушку. Хотел чужую петрушку съесть. О, темнота. Как вы это любите. Картриджи. Для Денди. Или для Сеги. Мега Драйв Д2. Батарейки. Часы. Неведомая фигня. Ну-ка, а вот это вот... Нет, нельзя разрушить. Ладно, идем сюда. Спуск. Ты серьезно? А как мне тут сражаться, если что? Надеюсь, тут акул нету. А можно? Нет, нельзя. И чтобы еще током бы не бобахнуло. Все-таки протекло у них где-то. Ну, давно не обслуживается. Титаник. Что-то мы вообще плывем долго-долго. Свет в конце туннеля. Так, там, наверное, выход. Значит, здесь что-то можно залутать. Да, блин, сколько тут. И на полку, главное, ничего полезного. Так, я запутался. Так, я запутался. Чисто. Патроны тяжелые. Опа, крепление для дробовика. Это, видимо, чтобы какие-то модули на дробовик вешать. Но это пока только крепление, но уже задел на будущее. Вообще отлично. Ну-ка. О, совсем другое дело, да? Так, что у нас тут? Оу. Да, это же. Так. Фонарик можно убрать. Листок. Еще, значит, Гектор пишет Джексону Паулету. А, ну это то же самое? Как думаешь, они похожи на куб? Типа, еще один артефакт. Ключ-карта. Вип-ключ-карта. Ой, это Вирджиния. Ключ-карта Вирджиния. Супер. А тут, кстати, на видосе куча этих зараженных. И там на перемотке что-то. А, типа, люди обычные, нормальные, а потом вжук-вжук. И они начинают мутировать. И превращаются в этих тварин. То есть мы тут убиваем норм... Подожди. Получается так? Ну, получается. А вы как хотели. Ого. Так. И куда это мы сейчас приплывем? Я во все оружие. Ой, это Вип-ключ... Да ладно! А, нет. Блин. Они мертвые, это же монстры. Вот зараза, блин, да? Опа! Платье! У меня самый главный вопрос. Это платье для Вирджиния? Или для... Да, платье для Вирджинии. Хорошо. Но я должен был проверить, откуда я знаю. Что оно у меня у разработчиков. Их точно не надо добивать? О, мини-босс. Хотя не такой уж и мини. Ну, очевидно, да, это люди. О! Можно тут подъесть. Неплохо так. Значит, Вирджиния Пафтон здесь сидела. Барбара Пафтон. Они не превратились. Эдуард Пафтон. Значит, их родственник превратился один. Это хрен знает кто. Хэнк Кейс. Тоже он мутировал. Так, еще одна записка. Голденштейн пишет Хэнку как раз. В общем... А, это Майлз. Майлз Голдштейн написал, что он не может найти, видимо, другое поле для гольфа. Это неприемлемо. Как так, типа, гольф у них запретили. Это непрофессионально. И он вообще возмущен. И чувствует, что... Гольф-клуб предали. Все это из-за гольф-клуба. На самом деле. Кто-то предал его. И вот к чему это привело. Первое правило гольф-клуба. Никому не рассказывать о нем. А покинуть гольф-клуб можно только ногами вперед. Так. Ага. Опа. 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 Акваланг. Так опасно. Но я же могу. Только бы акул не было. Нет, все-таки плыть придется. Гольф-клуб. Блин, жуть какая. Че такое? Почему такая длинная пещера? Что это за богом забытое место? Ёлки. Че, глушак. Че, впервые глушитель увидели? Он их вообще не убивает в голову. Серьезно. Как так-то? Офигеть. Че это? Патроны. Все. Ну, зараза. Они меня доставили. Так-то лучше. Ну, а он мою техно-броню снял. Хотя я на правую кнопку жал бензопилу. Еще одну техно-броню сделаю. А то я уже офигел. Хотя у него ее там ноль написано. Но защищает она очень долго и круто. В общем, нет. Ничего надежнее. И лучше старого доброго топора. Возможно, арбалет неплох. В каких-то конкретных ситуациях. В каких-то отдельных. Кто в коммент? Молодец. Я веду секунду. Конец.